здравствуйте уважаемые друзья у нас сегодня слегка шел снег но сейчас как вы видите его нет температура за бортом у нас минус 3 и как обычно маленький обзор маленьких тем два вопроса меня спрашивают вопрос 1 домоседы ли канадцы насколько они любят путешествовать и насколько я вот сам люблю путешествовать были во всех провинциях канад начнем с вопроса по поводу домоседы домоседы не домоседы в общем и целом как и везде есть определенный процент людей которые ведут активный образ жизни которые ведут пассивный образ жизни там диван в лучшем случае там поход с друзьями на пляж летом ну собственно и все и есть большое количество категории людей большое количество людей которые куда-то постоянно ездят они несколько раз в году на длинные уикенды у нас есть несколько длинных уикендов которые длятся от трех до четырех дней на эти дни люди обычно как правило ездить либо соседние провинции либо либо в штаты некоторые добирают не за счет отпуска и ездят в латинскую америку или центральную америку для того чтобы поваляться на пляже вот как то так в общем и целом могу сказать что никакой здесь наверное разницы по типажу и по предпочтениям люди людей отдыхать или не отдыхать путешествие не по одни путешествие по отношению к тому что есть у нас нет другое дело что здесь люди получают больше в общем и целом и поэтому они себе могут позволить полететь поехать куда угодно вплоть до того что какой-то нехороший человек ехал стоял впереди и он никуда не поехал в итоге мы простояли светофор ну вот и в итоге они могут при наличии какого-нибудь вкусного билета поехать мгновенно сорваться плюс нам не надо никаких виз поэтому реально существует огромное количество предложений если ты подписан на всякие разные программы которые от авиакомпании допустим от турагентства или всякие там скидочные бонусные программы типа какому-нибудь группона там или еще что-то ты можешь подписаться на рассылку и раз в неделю тебе приходят какие-то там интересные туры вместе с перелетами вместе с гостиницами в европе или в латинской америки еще где-то ты короче говоря можешь полететь в любой момент вот если у тебя по времени совпало по по возможности полететь куда-то просто вот типа по возможности ты просто берешь и летишь да у тебя нет головной боли что ой ай надо успеть визу сделать а успели я визу сделать привезут ли мне ее к аэропорту там к трапу там или выброшу деньги просто как на мете такого нет просто вот видишь интересный театр знаю что в это время ты сможет проситься с работы или у тебя нет работы и здесь возможность полететь по деньгам ты просто берешь и там с этот самый тур и вылетаешь все про закрыт и твои финансовые ресурсы то что зарабатываешь месяц себе вполне позволяет лететь куда угодно после каждой зарплаты то есть даже если мы возьмем минимальную зарплату даже если мы возьмем какой-нибудь недельный тур в латинской америки ну вы считаете у вас зарплата 1700 минималка будет да совсем минималка вы вместе с перелетами где-нибудь в скажем в мексике тур на неделю это вам будет стоить ну если это не если это горячий да горячие предложения это вам будет стоить какие-нибудь долларов 600 ну вот и считайте у вас принципе останется день денег на оплату квартиры и на еду по-любому и вы слетаете и загорите и отдохнете и вот так что так что касается меня где я был я все-все-все мечтаю съездить посетить новую шотландию и не фонды на текущий момент я был только в антаре я был ню брансвик но естественно я покатался по правительству где жил то есть я не был в прериях я не был в западной канаде мне безумно хочется ездить туда потому что люди говорят что это абсолютно другой мир другие люди другое отношение в общем все другое типа реально другая совершенно страна можно сказать еще раз напоминаю что очередной китайский раз не всегда это делаю но подразумевается что вы это понимаете что все что я говорю связанные там бытовыми вещами жизни там так далее это связано прежде всего с правительством бы канада это много-много-много провинции точнее 10 провинции 3 территории и соответственно это как в сша каждая провинция имеет свои собственные законы нравы там традиции обычаи там свои плюсы минусы и соответственно реально провинции которые находятся в центре канады типа канады типа квебека и онтарио они реально отличаются от того что происходит где-нибудь в альберте или British Columbia и надо понимать как бы что блогеры которые вещают оттуда они говорят о том что происходит у них это не значит что то же самое будет у нас и наоборот поэтому я очень хочу туда съездить и как вы знаете я все это время большую часть времени как бы проучился я только-только закончил свою учебу и собственно у меня только сейчас начинаются открываться передо мной возможности по времени прежде всего для того чтобы поехать куда-то посмотреть естественно когда я буду куда-то ездить я все буду снимать и вам буду показывать для того чтобы вы видели все своими глазами еще вопрос который меня просит осветить про который меня просит поговорить это вопрос связанная с тем почему в канаде нет французского автопрома что случилось для меня на самом деле это тоже открытое как бы открытый вопрос большая загадка потому что я знаю что до 70-х годов в канаде продавалась ситроен точно ситроен рено не знаю ситроен точно продавался потому что здесь до сих пор бегают я встречаю старые машины староеновские я так подразумеваю что это экономическая целесообразность насколько вы знаете как вы знаете да у французов довольно таки дорогая цена за на производство автомобилей и соответственно вероятно совокупность издержек связанных с поставками автомобилей в канаду плюс производство не покрывала какой-то там определенную норму прибыльности и доходности то есть в любом случае я могу сказать что никакой политической подоплеки в этом связаны с тем что у канады какие-то плохие отношения с с францией нет были нехорошие натянутые отношения между французской канады после визита шарля де голе но с тех пор уже утекло порядка сорока лет и я думаю что если бы это было связано лишь с фигурой шарля де голе и с его знаменитым изречением в с тех пор слишком много воды утекло и я думаю что этот вопрос включительно в политике с с бытовой маркетинговой политики компании которые находятся во франции потому что все остальные европейские марки немецкие а кстати вот если мы говорим про немецкие то допустим шкода у нас тоже не продается хотя другие марки этого концерна у нас присутствуют на рынке ну как будто не было BMW, Volkswagen, Audi если нет проблем вы не слышите вы можете видеть это здесь на рынке черт его знает для меня еще раз говорю этот вопрос открытый единственное хочу просто добавить в завершение что я лично возлагаю какие-то надежды в этом плане что у нас появится много больше европейских товаров включая автопром когда войдет в силу вот это вот free agreement свободно как бы договор о free trade agreement договор о свободной торговле который будет включен между Канадой и Евросоюзом возможно это каким-то образом позволит пересмотреть там калькуляцию математику финансовую во всех европейских компаниях которые торгуют с новым светом и в том числе это откроет возможности новые рынки для французских автокомпаний и соответственно они примут решение прийти сюда мы как покупатели как вы понимаете заинтересованы в том чтобы здесь была конкуренция между автопроизводителями с тем чтобы покупать подешевле хороший качественный товар ну время покажет как говорится в любом случае хочу просто сказать что я с одной стороны не понимаю в чем проблема а с другой стороны я понимаю что никакой политики в этом нет так что надеюсь на вопрос ответил на вопросы всем откланиваюсь всем хорошего дня и удачи счастливо спасибо 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 спасибо